Студенты-первокурсники знакомятся с будущим домом. В Казанском университете стартовало заселение в общежитие. Поступила в КФУ и сегодня заселяюсь в общежитие. Кому и что должна Россия? Госдолг страны превысил 20 триллионов рублей. Последние два года, 20-21 год, в связи с пандемией, в связи с приостановкой деятельности многих предприятий, сократились и налоговые поступления. Как анестетики влияют на мозг? Исследования провели сотрудники лаборатории нейробиологии Казанского университета. Мы в нашем случае разработали мини-имозимный подход, который связан с регистрацией, видеорегистрацией активности с поверхности коры головного мозга. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ариадна Кугушева. В заседании Президиума Академии наук Республики Татарстан в онлайн-формате принял участие ректор Казанского федерального университета, действительный член АНРТ Ильшат Гафуров. Обсуждались вопросы, касающиеся работ технической и естественной секций, представленных на соискании государственных премий РТ в области науки и техники 2021 года. В преддверии нового учебного года общежития Казанского федерального университета вновь открыли двери для иногородних и иностранных студентов. Заселение стартовало с обучающихся Института филологии и межкультурной коммуникации, Института дизайна и пространственных искусств, Института психологии и образования и юридического факультета. Смотрим! В этом году общежитие КФУ принимает 14 тысяч студентов и порядка 6 тысяч из них окажутся в кампусе впервые. Процедура заселения первокурсников начинается в стенах Уникса, где новоиспеченные студенты проходят инструктаж по пожарной и электробезопасности, а также по охране труда. Здесь же первокурсники знакомятся с правилами пребывания в университете и общежитии, а также информируются о профилактике заболевания COVID-19. Затем после инструктажа мы проводим знакомство с представителями институтов, мы объясняем процедуру, как она будет проходить, что именно нужно сделать с первокурсником в Униксе, что нужно будет сделать в деревне Универсиада. Говорим, когда процедура уже считается законченной и только после этого мы переходим, соответственно, к заселению. Отметим, что в деревне Универсиады преимущественно заселяются именно первокурсники. После сдачи всех необходимых документов студенты получают пропуск, ключи от комнаты и постельное белье. На этом процедура заселения считается оконченной. Далее в целях комфортного пребывания и минимизации стресса новоприбывших, в новой обстановке для них устраиваются различные мероприятия с кураторами и педагогами, которые рассказывают об организации учебного процесса, помогают разобраться с правилами пребывания в общежитии, а также делятся полезными советами. Например, какой транспорт выбрать, чтобы скорее добраться до нужного учебного корпуса. Легко, конечно, ориентироваться достаточно. Мне очень нравится устройство деревни Универсиада. Это очень дома красивые. Очень много новых людей, много разных бумажек, много нужно узнавать, много слушать. Но в целом это что-то новое, это новые впечатления, новые знакомства, поэтому я рада. У нас ожидания, конечно, хорошие. В принципе, с первого взгляда все очень нравится. Все красиво, уютно. Для кого-то этот день знаменуется не новыми впечатлениями, а старыми и приятными воспоминаниями. Ведь в стены общежитий возвращаются и студенты старших курсов. Для них в этот день также открыли свои двери общежития в студенческом городке, состоящем из 10 домов. Напомним, что для тех студентов, которые все же решили заселиться в отдельные квартиры, был запущен специальный сервис. Так они смогут найти жилье быстро и без обманов. До 17 сентября студенты смогут получить такую помощь сразу в нескольких точках на территории университета. Одной из точек мы выбрали именно это КСК КФУНИКС, потому что она знакома с студентом, она не знает, как добраться, и располагается близко, соответственно, к учебным корпусам. Второй тоже, это тоже связано с общежитиями, это на базе общежития номер 8, у нас есть центр для иногородних студентов, центр деятельности, и там также располагается, еще мы взяли, это такой как бы некий центр нашего студенческого городка, это общежитие номер 4, и с 6 сентября будет функционировать на Гвардейской 9. Ну а для тех, кто свой выбор остановил на университетском общежитии, основная волна заселения завершится 31 августа. В индивидуальном порядке заселение продолжится в сентябре и октябре, что в основном касается иностранных студентов. Напомним, что для них предусмотрены дополнительные правила. При заселении в общежитии необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с помощником президента Республики Татарстан Натальей Фишман. Они обсудили запуск программы по оцифровке рукописей и редких книг научной библиотеки КФУ имени Лобачевского. Отдельно остановились на идее создания совместно с ПАУТОДнефть электронного портала, где в свободном доступе будут размещены научные труды татарского сообщества. Госдолг России превысил 20 триллионов рублей. Согласно счетной палате, за первое полугодие показатель вырос практически на 8%. С чем связано увеличение в нашем сюжете. Государственный долг – это результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета. На сегодняшний день Госдолг России превысил 20 триллионов рублей. С чем связано увеличение и является ли это существенной нагрузкой для бюджета страны. В последние два года, 20-21 год, в связи с пандемией, в связи с приостановкой деятельности многих предприятий, сократились и налоговые поступления, а при этом расходы остались теми же и даже увеличились в связи с необходимостью осуществления различных антикризисных мер и финансирования каких-то чрезвычайных расходов. «Текущие размеры российского государственного долга и расходы на его обслуживание не являются существенной нагрузкой для бюджета страны и не оказывают существенного влияния на макроэкономические показатели», сказал Игорь Кох. «Если посмотреть динамику Госдолга России по годам, то можно заметить, что Госдолг страны увеличивается с каждым годом. Изменение размера определяется изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам». «Часть государственного долга – это иностранные заимствования, то есть заимствования на иностранных финансовых рынках в долларах, в евро и в других валютах. Соответственно, изменение курса иностранной валюты приводит к изменению величины госдолга, исчисленной в рублях». По словам Игоря Коха, даже если бы правительство ничего не заимствовало, «Госдолг вырос бы за счет изменения стоимости тех валют, которых этот госдолг в свое время был сформирован». Елизавета Никитина, Универньюз. Униклиника Казанского федерального университета продолжает вакцинацию сотрудников, студентов и прикрепленного к поликлинике населения от COVID-19. Сделать прививку от коронавируса можно в поликлинике по адресу улица Вишневского, 2А. Запись осуществляется по телефону 233-3200. Сотрудники научно-исследовательской лаборатории нейробиологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета изучили влияние анестетиков на головной мозг. Результаты исследования в следующем сюжете. Анестетики или по-другому обезболивающие средства из этических соображений часто используются при экспериментах на животных в лабораториях для того, чтобы они не испытывали стресс или боль. Это может усложнить эксперимент. Однако анестетики могут повлиять и на его результат. В рамках исследования были изучены действия газообразного анестетика изофлурана и инъекционного уритана. Эти анестетики широко используются в лабораторных исследованиях, в частности нейробиологических. Чтобы ответить на вопрос о влиянии анестезии, вот нами была собрана установка, то есть сюда помещалась грызун, и его подсвечивали тремя длинными волнами – зеленым, красным и инфракрасным. И с помощью данного метода мы можем детектировать участки в мозге, которые являются активными. Важно, что благодаря разработанному учеными малоинвазивному, то есть малотравматичному подходу, активность в головном мозге грызуна удалось наблюдать без вскрытия черепа. Мы, в нашем случае, мы разработали мини-вазивный подход, который связан с регистрацией, видеорегистрацией активности с поверхности коры головного мозга. В результате исследования выяснилось, что два анестетика по-разному влияют на взрослых и детей. Также стало известно, что уритан, несмотря на его сложное использование, оказывает меньшее влияние на мозг, чем изофлуран. Отметим, что результаты этого исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports. А сама работа поддержана грантом Российского научного фонда. Диана Желенкова, Ленар Довлетьяров, Универньюс. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!